Приветствую вас, я думаю, что по части клесты, по части того, что про вас распускали слухи и так далее, по поводу того, что вы получали медицинские услуги бесплатно, я думаю, что по этому факту должны разбираться юристы, в частности адвокаты, потому что адвокаты и прокуроры, потому что я не знаю, насколько в вашей стране, ну, позволено, но вот, например, в России это, значит, клевета. И клевета, а также распространение сведений, пороживших шерсть и достоинства личности является преступлением, и за это преступление, соответственно, назначается наказание. Вот. Ещё раз, я не знаю, как у вас, я не знаю, как о вашей стране, но, тем не менее, у нас так. Только что касается того, что они могут быть правы или могут быть неправы, здесь история такая. Значит, вне зависимости от того, кто прав, да, то есть мы как бы не можем говорить про них, мы не можем говорить про этих людей. А я полагаю, что у вас изначально была какая-то, знаете, такая шерстенная позиция, она, в принципе, есть у вас до сих пор эта позиция, то есть то, что вы называете себя плохой матерью и так далее. Вот. Это обеценивание себя, и оно, это самое обеценивание, по всей видимости, было с вами ещё до родов и даже до того, как вы переехали в другую страну, я полагаю. То есть вы, конечно, как-то смогли переехать в другую страну, да, но я полагаю, что вот эта вот заниженная цена оценка была у вас ещё до того, как вы вот уехали в другую страну. Вот. Вполне возможно, что это у вас идёт из детства, вполне возможно, что, может быть, в подростковом возрасте были какие-то негативные обстоятельства, которые так повлияли на ваше восприятие себя. Я, к сожалению, сказать не могу, но однозначно совершенно, что заниженная самооценка у вас была до того, как вот, значит, ситуация ухудшилась, да, обострилась. Вот. То есть смотрите, ну, во-первых, мне непонятна позиция мужа по данному вопросу. То есть вас, по сути, опозорили, да, вас, по сути, оклеветали, хотя, в чём вас оклеветали, если честно, вообще непонятно. То есть что вы сделали, я, если честно, не понял, исходя из того, что вы написали. Так, с какой-то стати вы должны что-то были делать для страны, в которой вы находитесь. Если честно, ну, это, это странно, странно. Претензии, претензии эти как минимум, как минимум странные, как минимум. Ну, вот, конечно, вам лучше знать, но мне кажется, что странные эти претензии. Но они, эти претензии, они вскрыли то, что вы о себе думали, а думали вы о себе негатив. Вот, и вот я предлагаю, да, как бы, надреть ситуацию более глубже, надреть в корень ситуацию. Вот, а корень ситуации, на самом деле, он такой, что, значит, вы изначально были в себе не уверены. Изначально. В чём вы были в себе не уверены? Это вопрос уже немножечко другой. То есть, я не знаю, почему вы были в себе не уверены, из-за чего вы были в себе не уверены, по какой причине вы в себе не уверены. Ну, однозначно, что были. Однозначно, что были, были вы не уверены в себе. Вот, и, значит, это не уверенность в себе, то, что вы о себе думаете. Вот, это не уверенность, она, ну да, это проработка. Да? То есть, вам нужно безусловно принятие себя, вам нужно повышение своей самооценки, и, возможно, я бы сказал, что, ну, может быть, поиск экзистенциального смысла, да. То есть, вообще, ради чего вы живёте. Вот. Потому что, ну, как вот мне кажется, как мне думается, с этим у вас проблема есть. Вот. Достаточно большая, ну, просто потому что, вот, как вы говорите, что я стал лениться, да, там, перестал убирать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мне непонятна позиция мужа по данному вопросу. То есть, вас оклеветали, оскорбили, по сути, нанесли вам моральный вред, и мне непонятно, почему муж не подаёт суд на, собственно, этих людей, врачей. А вот, если они с вами так поступили, почему вы, значит, ну, как бы, по сути, дали, ну, такой своего рода задний ход, да. То есть, ну, и то, что они, там, начали как-то, значит, ну, смеяться и так далее, это не отменяет того факта, что они совершили эти люди преступление. Вот. 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 Известная позиция, позиция вашего мужа не ясна, и его поддержка, она, ну, очень, очень такая себе странная. Вот. Другое дело, если у вас нет денег, другое дело, если вы не можете позволить себе полноценную юридическую консультацию и, значит, судебный процесс, это другое, это другой вопрос. Вот. Ну, а что касается, значит, что касается вот этой вот истории, согласно которой вы, значит, сейчас чувствуете себя той, значит, значит, кем называют вас эти люди. Люди. Ну, вот. Ну, вот. А, что касается этой истории, то, на мой взгляд, здесь нужно скрывать ваше представление о себе и работать над ним. А, то есть, подумайте, вот, что вы себе отрицаете, да, и что, чего вы считаете у вас, ну, например, не должно быть. И почему. Вот. Это если говорить про, ну, про работу над своими качествами и над тем, что вы себе представляете, потому что, ну, понятно, что травма имела место быть. Вот. Но эта травма стала возможной благодаря тому, как вы осведомили до этого. И, опять же, мне непонятно, почему в том же роддоме вы были одна, где был ваш муж, почему он вам, почему вы были без него и так далее. То есть, всё это, всё это очень странно. Вот. А, значит, смотрите, ну, по поводу клеветы, да, здесь, в общем, с точки зрения, вот, например, если говорить о гештартах психологии, да, то здесь просто нужно понять, что значит клевета. То есть, какие проблемы люди решают через вот подобные, значит, претензии к вам. Допустим, допустим. То есть, что это за проблемы у людей? А проблемы эти у людей, как правило, значит, превознесение себя, да, то есть, ну, на неком таком национальном уровне. То есть, я превознесу себя над тобой, потому что я представитель, там, другой нации, вот, и, соответственно, я буду чувствовать себя более значимым. Ну, это либо национальный стереотип, либо это просто-напросто неудовлетворенность собственной значимости, опять же. То есть, вам нужно понять, что люди проецируют, то есть, переносят на вас свои эмоции, свои переживания, свои чувства. Вот. Подробнее об этом писал, писал в своей книге Федерик Перлс. Вы можете об этом почитать, сладкие желания. Вот. Но я не рекомендовал бы, значит, считать об этом до тех, вот, пор, пока не будут разобраны все ваши чувства и не получено полное представление о том, что произошло. Потому что до тех пор читать книги для вас опасно по психологии. Вот. Что касается того, что вы ничего не добились, то здесь, опять же, мне не очень понятно, почему вы не считаете, точнее, считаете, почему вы считаете, что вообще должны чего-то добиваться. Это мне помнится, что во всех странах, ну вот, я не знаю, как ваши страны, но, опять же, в России, да, считается, что труд – это право. Не обязанность. Ну, понятно, что это такая, такая немного игра с слов, и понятно, что, как бы, это единственный способ, как бы, ну, вообще жить более-менее нормально. Вот. Ну, вот. Но, что это значит? Значит, что к труду, эээ, приносящь. Никто не имеет, эээ, права. И если вам ничего не интересно, но если вам комфортно в этом состоянии, то вы имеете на него право, как вы имеете право не работать, если вы не хотите этого делать. То есть, вы ценны сами по себе, и вот этот момент, этот момент, эээ, вот, по какой причине, скажем так, этот момент для вас, эээ, остается неясным, безусловное принятие себя, я полагаю, может прояснить только анализ ваших отношений с родителями. Вот. Потому что где-то там кроется вот это вот чувство, где-то там кроется вот это вот, эээ, значит, ну, переживание относительно того, что вы когда-то решили, что вы вот такая вот никчёмная и на то неспособная. И, что самое главное, это то, что вы теперь, эээ, при взаимодействии со всеми людьми, со всеми практически людьми, вы видите доказательства именно этого. Ну, а люди чувствуют то, что вы, эээ, о себе думаете и ведут себя с вами в соответствующем, к сожалению. Потому что, ну, не будут люди относиться хорошо к тому, кто сам к себе хорошо не относится. Вот. Исключение. Исключение составляет, эээ, случай, когда у человека, ээ, есть, ну, определённый ресурс, ээ, для того, чтобы, ну, значит, ээээ... Воспринимать, воспринимать реальность такой, как вы ее воспринимаете. Значит, я полагаю, что на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, я буду рад помочь. Я бы рекомендовал вам все-таки консультации с психологом, индивидуальную работу, потому что, ну, естественно, вынуждать в том, чтобы все свои эмоции по этому поводу выразить, выплакать, выговорить, выгричать, отреагировать, все, что купится в вас. Вот. И помните, что любое состояние для человека приемлемо, если оно несет ему счастье. То есть, если вы сами довольны тем, что вы не работаете, что у вас нет интересов, да, если вы сами, ну, как бы, сами приняли такое решение, так жить, то это ваше право. Это ваше право. И никто вас не вправе за это осуждать. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.